МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Дениса и Даши. Важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера. Мы с ребятами находимся в удивительном месте. Это страна безопасности, где можно научиться правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. Мы с ребятами не просто учимся правилам безопасного поведения, но и соревнуемся. И прежде чем приступить к нашим следующим испытаниям, я предлагаю посмотреть, чем закончился вчерашний соревновательный день. Позади первый день соревнований, который показал, что соперники подобрались достойные, и борьба предстоит нешуточная. Уже с первых минут игры Денис показал поистине энциклопедические знания в области безопасности. Артуть, если испариться, то тебе вообще дышать нельзя. Умница! Молодец! Даша держалась на уровне, отвечая правильно, и сопернику вполне соответствовала. Чем таблетки могут быть опасны? Их нельзя много пить, если врач не прописал столько много пить таблеток. Итог первого соревновательного дня. 13-10 в пользу Дениса. Но это только начало, и делать какие-то выводы рано. Посмотрим, чем закончится борьба сегодня. Итак, пока лидирует Денис, у него на 3 фишки больше, чем у Даши. 13 и 10 фишек. Тот, кто смотрел нас в прошлой передаче, знает, как вести себя, если случился пожар дома. Поэтому повторяться мы не будем, и я предлагаю поговорить сегодня о том, как вести себя, если пожар случился в общественном месте, Денис. Кстати, ребята, вы знаете, что такое общественное место? Это, например, поликлиника, автобус, школа. Правильно, Денис. Одним словом, это то место, где... Магазин. Много людей может быть, да, общественных? Нет, это общественное место, это, например, другое место. Другое место такое. Понятно, Денис. Молодец. Что-то вы назвали правильно, но не все. И сейчас я предлагаю в нашем первом задании пополнить вашу копилку знаний. Перед вами картинки, и вам нужно выбрать те из них, на которых написаны те места, которые могут считаться общественными. Это задание на скорость. Поэтому быстренько выбираем нужные картинки и передаем мне. Начали. Общественное место. Что мы можем назвать общественным местом? Бо, я все собрала. Ты справился, да? Да. Так, все, на этом, пожалуй, мы... Стоп-игра. Денис был первым в случае, если у него все здесь правильно, он еще получит фишку и за скорость. Итак, смотрим. Магазин. Так, да, это действительно общественное место. Школа, несомненно, тоже является общественным местом. Дача. Хм, интересно. А да, на даче тоже могут случиться пожары. Нет, Денис, скажи, здесь же речь идет не о том, где... Да, пожар-то может, конечно, на даче случиться, но мы выбираем те места, которые можно назвать общественными. А, если общественные... Но дача, да, не относится. Дай-ка мне ее сюда. Клади ее сюда отдельно. Скажи. Ох, Даша хитренькая. Тихо, тихо, тихо. Дачу свою ладу. Тише. Выкладывала дачу? Да. Нет, Даша, все, не мухлюем. Так, автобус, это тоже общественное место. Подземный переход общественный. Танцевальный кружок, это тоже общественное место. И поликлиника, это общественное место. Молодец. Итого у тебя правильных вариантов. Три, четыре, пять, шесть. Шесть фишек твоих и за скорость одна. Шесть? Семь. Да, всего ты получаешь семь фишечек. Три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, неплохо. Один раз ошибся, но это не страшно. Теперь посмотрим, как справилась Даша. Квартира, Дашенька, это не общественное место, пусть лежит здесь. Магазин, это общественное. Бассейн общественный. Кухня, это тоже не общественное. Это вы семейным кругом собираетесь. Нельзя сказать, что там собираются у вас целое общество. Так, автобус, это тоже общественная школа. Дача, это тоже не общественная. Итого у Дашеньки четыре варианта. Так, ну, совсем маленькая разница с Денисом, четыре фишечки. Держи, положи быстро в свою коробочку. Ну, нет, не совсем. Так, не совсем, конечно, вы справились удачно и полностью с этим заданием, но ничего. Будете зато знать, что дача, кухня и квартира – это не общественные места. Еще впереди у нас есть испытания. А сейчас, ребята, я предлагаю устроить очередную встречу с Марией Александровной. Она готова рассказать вам еще что-то очень интересное. Поворачиваемся. Давай, давай. Ребята, привет. Я думаю, что самое знакомое для вас общественное место – это школа. Давайте представим, что идет урок. Вы сидите за партами и вдруг услышали громкий звуковой сигнал о пожаре. Что вы будете делать? Так, ребята, Денис поднял первый. Говори, как поступать в такой ситуации? Как поступать? Если у тебя есть телефон, позвонить в пожарную. Самое главное – открыть еще форточку, окно, чтобы продышаться. И позвонить в пожарную. Так, твой ответ понятен. А еще? Еще? Если у тебя есть огнетушитель и рядом кто-нибудь из взрослых, надо дать огнетушитель взрослому, чтобы он… Так, понятно. Поняла, Денис, да. Дашенька, твой вариант ответа. Надо позвать учительницу. Ребят, что-то вы сказали правильно, а что-то не совсем правильно. Ну, вас сейчас дополнит Мария Александровна, но в любом случае вы заработали по фишке. Вы старались, кое-что знаете. Держите. Присаживайтесь внимательно, слушайте. Запомните, если вы услышали звуковой сигнал о пожаре на перемене, быстро возвращайтесь в класс. Там вас будет ждать учитель, все указания которого должны строго выполнять. Ребята, на сегодня это все. Будьте внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и победы. Впереди решающее испытание. Сейчас мы приступим к его выполнению. Ребята, у вас у каждого свой стенд, на нем рисунки, и вы должны выбрать на скорость быстренько те из них ситуации, при которых людям необходимо звонить по номерам 101 либо 112. На скорость за каждый правильный рисунок две фишки. Так, по команде моей. Что, Денис? А это надо на стенде брать рисуночек, где человек уже звонит или где надо? Нет, нет, где изображена ситуация, при которой человеку необходимо позвонить по номеру 101 либо 112. Итак, на старт, внимание, марш! Один рисунок берем, приносим. Даша, за следующим бежим, за следующим бежим. Кто быстрее переносит все эти правильные рисунки? Вот и выиграет. Так. Так, Даша справилась первая. Теперь давайте проверим, насколько вы верно выбрали рисунки. Здесь до что изображено? Здесь у нас горит над плитой, да. Это действительно, при этой ситуации нужно звонить в 101 либо 112. Здесь дети играют со спичками. Верный рисунок. Здесь тоже мальчик зажег спичку. Правильно, Дашенька, ты определилась. На доске у тебя не осталось еще? Вот, Дашуль, посмотри внимательно. Да, это тоже нужный рисуночек, поэтому одна осталась. Но ничего, пусть остается. Возвращайся, присаживайся на место. У меня более осталось. Сейчас мы с тобой разберемся. Дашенька, у тебя три рисунка правильных за каждый рисунок по две фишки. Итого шесть фишек я тебе вручаю. Держи, здесь четыре и сейчас еще две. Денис, твои рисуночки подай мне, пожалуйста. Ну, у меня все точно, и все правильные. Так, здесь дети играют со спичками. Да, действительно, ты права. Здесь тоже горит пожар. Здесь мальчик тушит пожар. Правильно, Денис. Ты тоже правильные три рисунка. Посмотри, пожалуйста, на свои рисунки. У тебя не осталось рисунка где? Нет, вот это вот он уже звонит. Но это же ситуация, при которой нужно звонить по номеру 101 или 112. Правильно? Не важно звонить. Не важно, звонит он или не звонит. В общем, Денис, не бери, пусть остается. Вы с Дашей в одинаковых условиях. Тоже у вас три верных. А мне сколько? Как и Даша, шесть. Три верных картинки. За каждую по две. Итого шесть. Держи. Три. Подожди, еще три. Мы узнаем, кто в этом конкурсе уже был. Да, мы сейчас узнаем, кто у нас победил в этом игровом дне. Забирай, кстати, свою коробочку и ты, Дашенька, забирай. Ага, присаживайтесь. Ну что, давайте подводите доки. Даш, твои. Так, здесь пять. Пять, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, восемнадцать, двадцать две. Двадцать две. А у Дениса, ох, как много, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать четыре, двадцать семь, целых двадцать семь. У Даши двадцать две, у Дениса двадцать семь. Тоже совсем небольшой отрыв, а еще учитывая, что у нас целых два соревновательных дня впереди, еще может все поменяться. Итак, ребята, вы справились со всеми заданиями, которые я вам сегодня предложила. Вы большие молодцы. Итак, до встречи в стране безопасности. До свидания. Пока-пока. До свидания. До свидания.